Мама приехала из леса, вся покусанная. Люша кушает рубец. Вкусненько ему. Как вкусненько. Ням-ням-ням-ням. Всем привет, мои хорошие. Заехала в любимый свой магазин, потому что готовить у меня просто нет сил. Второй день с этими баулами. Чай утренний. Остался. Все, завтра я передыхаю. Но если и поеду, то за корой. За мхом завтра точно не поеду. Очень-очень. Очень-очень. Тяжело. А на ком, девочки? Вот что-то хочется иногда такого, а нету. Пусть будет. Хлебушка черная. У меня там еще есть старенький майонез. На 1400 купила. Айран купила. Кстати, Мартюше его можно. Негазированный. Ой-ой-ой-ой. Погодите. Падает, упала. Ой. Колбаса упала. Хорошо в пакете. Такая интересная. Сейчас я вам покажу. Так. Мне кажется, Мартюше можно. Большие. Так. Витамины. Богаты минералами. Кальций, магний. Тырым-пырым. Чё там? Состав. Молоко. Соль пищевая. А чё тут я читаю? Тому-то однозначно ему можно. Ох, какой кислый. Чуть-чуть налью. Будет. Налить? Будешь? Будет. Чё, как вкусно ему. Колбаса вышла на 264 рубля. Цена её за килограмм 604. Называется сервелат мясной каприз. ВК Беларусь. Так она вкусно лежала на витрине. Вот уставший и голодный в магазин ходить нельзя. Что я не могла её не взять, девочки. Вот такая. Представляете? С кусочком салу. О! Видали? Какая прелесть. Вообще. Сейчас порезу. Сейчас будет праздник живота. Так. Давайте уж порежу, чтобы она тут не мазорила глаза. Девчата вся чешусь. Сожрали всю. Курицу хе взяла. Очень нравится мне. Кофе взяла, закончилась. Вот такой Бегланч лапша взяла. Такая 24 рубля с курицей и луком. А такая просто анаком 21 рубль. Вот такие старые, вот эти анакомы лапши, мне нравятся. Рогалик, девочки. Еще лапша. Еще лапша. И еще лапша. Видали, как я себя сегодня полюбила прям. Здесь у нас окрошка на 104 рубля. Хе на 138 рублев. Да, лентяйка, а что делать? Кому сейчас легко. Картофель по-деревенски с зеленью на 62 рубля. Салат «Цезарь» на 74 рубля. И салат «Нежный» на 124 рубля. Вот. Прям даже не знаю, что и поесть-то. Сейчас решу. Ну что, вы догадались, что мы будем с вами сегодня трапезничать? У нас будет сегодня с вами обжорство. Так, с чего начинать? Не знаю. Сейчас я вам все покажу, не переживайте. Окрошка, девочки. Целый тазик. Заливаем айраном. Мне как-то написали, а я люблю больше с этим. Попробуйте, девочки. Ну что уж вы думаете, я совсем что ли деревня? Все я это пробовала. Все я это тоже очень люблю. Я окрошку могу кушать прям просто с водой и уксусом. И тоже будет очень вкусно. Поверьте, кто еще не пробовал. Вот вставать за солью не буду. Айранчик соленый, кстати. Так, закрывать не будем. Салат нежный, девочки. Тоже целый тазик. Так, хе. Тоже целый тазик. Салат нежный. Тоже целый тазик. Все. Приступаем. Спасибо всем, кто подсказал препарат для Мартюши от клещей. Носе как-то называется. Олечка подсказала. Ларисочка написала. Еще кто-то девочке написал. Спасибо Натулечке С за перевод. Не сегодня и не вчера он был. Спасибо огромное. Сейчас прям найду, потому что забываю каждый раз. Вот. Сейчас скажете неблагодарное. Нет, девочки. Просто очень-очень уставаю. И вылетает все из головы. Сейчас, мои хорошие. Сейчас даже скажу число, когда это было. Сейчас погодите. Вот. Наталья Рашитовна С. Вот. 19 мая было. А я все забываю ее поблагодарить. Натулечка, не обижайся. Спасибо большое, моя хорошая. Вот. Девочки, на Озоне вот это вот синкподиум или как вы там написали, тоже дорогое. И все для маленьких собак, а для больших найти не могу. У одних там нашла, но тоже дорогое. Надо у нас в магазине посмотреть, может у нас здесь недорогое оно. Мальчуша облизывается. Умывается. Нет. Я, конечно, порезала черного хлеба, но очень хочу этот рогалик, пока он хрустит. Маленький кусочек отломлю себе рогалика, как всегда. Чтобы у кого-нибудь чего-нибудь от злости лопнуло. А я буду наедать себе пятый подбородок. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Комары сожрались мошками у меня сегодня. Я, конечно, чуть-чуть в лесу поснимала, но интересного совсем ничего не было. Змеи не попались? Лоси не попались? Кабаны не попались? Даже какашки лосины сегодня не попались. Удобрения. Но следов было много. В ютубе сильно удивляются новые зрители какого хэя у них попадаюсь в рекомендациях. Прям так и пишут. Потому что сможете, наверное, такие видео наподобие чего-нибудь такого. Поэтому я вам и попалась. Это, во-первых. Во-вторых, меня ютуб любит и рекомендует. Я девочка трудолюбивая много видео выкладываю, а это очень хорошо на ютубе. Чем больше выкладываешь, тем больше тебя рекомендует ютуб. Ведь мои любимые подписчики не просто так появляются у меня. Вот. А еще огромное спасибо всем, кто присоединяется над Зенем, на Ярусе, на Рутубе. Там меня тоже можно смотреть. И по возможности смотрите, пожалуйста. Вот. Ссылочки все есть в описании под видео, где меня еще можно смотреть. Отдельное спасибо всем и низкий поклон. Я тут обалдела. Наталья Че так много перевела монеток. Не буду говорить фамилию, она поймет. Спасибо, Натулечка, большое. Спасибо вам всем за монетки. Кто-то каждый день переводит, кто-то копит и потом кучка переводит. Кстати, сейчас в конце месяца буду выводить монетки, поэтому кто копит, можете кидать. Походите, меня кто-то там кусает. Вдруг клещ. Ребенок лапки лижет. Такой чистюля, я не могу. вот. Всем девочкам спасибо. Очень многие мне помогают на Ярусе. За счет вас Ярус и держится, потому что сам Ярус за месяц по 60 рублей платит за монетизацию. Ну, по 60 монеток. Ну, С Миру по нитке и голому рубаха. Вот благодаря вам всем насобирала дочки наполовину стоимости учебы. Вот. сейчас выведу. Как раз они очень долго выводятся. Вот сейчас в конце месяца выведу, дай бог, чтобы они в начале июля пришли. Вот. И потом буду еще, ну, добавлю, потому что там только пол суммы накопили. и заплачу ребенку за учебу. А вкусно с айранчиком. спасибо, кто напомнил мне про него. Действительно с ним гораздо вкуснее, чем с квасом. Чего дальше продолжим? Одна тарелка пустая, тазик пустой. Картошка по-деревенски. Салатиком надо начать есть это зеленушечка, девочки. Очень вкусно. Кстати, о птичках. Хочу заступиться за наш город. У меня даже многие девочки Ниночка писала в комментариях, что показывали по какому-то телевидению наш город, в каких трущобах живут люди, что они там не моются годами, что ничего у нас в городе не делается, что наш чиновник купил себе машину за пять с половиной миллионов. Вот верите? Мне вот все равно за сколько миллионов он купил машину. Вот честное слово. Вот. что им можно покупать только за два с половиной миллиона, а он купил за пять с половиной миллионов. Каждый в той должности пытается урвать свое. Скажу вам так. и мне глубоко наплевать за сколько и чего он там покупает и кто из них сколько себе в карман ложит. Я могу сказать только одно, что те люди, которые живут в трущобах, у нас было восемь таких коридоров, восемь, и их все выселили. Остался один коридор невыселенный. Вот. И там живут сейчас одни должники. То есть бабушки должники их со всех коридоров в один коридор сместили. вот это те люди, которые никогда не платили коммунальные услуги. Им квартиры никогда не дадут. Я так думаю. и то, что показали в том видео, вот эти трущобы, то и все, и третье, десятое, я вам тоже показываю за стройкой, что происходит. но когда это все построится, все убирается, засаживается газон, все становится красиво. Вот. Я вам показывала, сколько домов снесли. У нас снесли две, полностью две улицы. Улицу Ленина и улицу Парковая. Там было немало домов, они еще вот некоторые там стоят, еще их не снесли. строительство у нас в городе идет. Сам по себе город у нас чистый. Каждый день убираются и проезжает машина, каждое утро чистит дороги и ходят так люди с мешками убирают мусор. Единственное, что плохо в нашем городе, у нас нигде нету ни одной урны. Вот если бы хотя бы по тропинкам человеческим стояли бы на каком-то промежутке урны, возможно, мусора было бы меньше. Вот. А так у нас город очень хороший. Построен бассейн, огромный центр, строится новая поликлиника. Облагоуру... Как? Облагоустроили два парка. Один в одном конце города, другой в другом конце города. Вот, сделали парки. Выстроили новую школу. Выстроили я не знаю сколько домов. Даже сейчас давайте примерно посчитаю. Домов, наверное, 30 новых точно выстроили и людей переселили. Переселили вот эти два коридора. Ой, два. Семь коридоров получается, да? Ну, вот, семь вот этих общежитий буквой П. Они огромные. Там много людей жило. Вот. Поэтому все, что там показали в том видео, это было кому-то на руку. Это надо было кому-то это сделать. Так что не надо верить всему тому, чего показывают по телевизору. Вот. Сейчас у нас по всему городу посрезали частями, правда, дорогу ремонтируют. Вот. для города сам город у нас очень даже хороший. Так что все для него делается. Он не разрушается, а он наоборот развивается. Вот. А то, что там показали, был пожар в какой-то там комнате, так алкаши и все такие люди, от них, к сожалению, никуда не деться. так что сами люди это все загадили. Все, что вам там показали. А теперь на кого-то жалуются, помыться им негде. Так когда-то радовались, когда давали эти общежития. надо убираться в той же душевой. А там такой хаос устраивают сами по себе люди. Почему государство за это должно отвечать? То, что люди сами себе свинячут. поэтому все, что там показали, там все приукрашено. вот так вот. Что-то вам не показали хорошую сторону этого города. показали эти трущобы. Я сколько раз мимо них проезжаю, и вы это видите. Это старинные постройки. их вообще, насколько я знаю, хотели снести. Но вот эти вот кто там заступается за старинные сооружения не разрешили. Ну и вывод. Все не разрешили так огородить и оцепить тогда поставьте там охрану, чтобы там не лазили никакие бомжи, алкаши и все такое прочее. так что город у нас даже очень хороший. мне нравится наш город очень. А люди Д есть в каждом селении, в каждом городе, в каждой семье, в каждой национальности. ну вот кто лазит. Очень даже вкусно мы с вами перекусили. Классно, а то как всех зацепило, что чиновник купил себе машину. А почему никого не цепляет? сколько этих чиновников ложат себе в карман? А, не видно, да? А здесь видно стола. у нас привыкли считать чужие деньги. Это не наши с вами деньги. деньги. Я скажу, что деньги города? Ну, в городе все делается у нас. вот эту одну женщину там показали, которая ходит на биде туалет в комнате. Она вообще жила в квартире. Она жила в квартире. Как она оказалась там? М? в квартире. Она в квартире. Люди живущие здесь в Собинке Вот кого показали в том видео Они все все прекрасно знают Можно пыль в глаза пустить только тем людям Которые живут не в Собинке Что и произошло Трещит весь интернет Все соцсети Какой кошмар творится в Собинке Никакого кошмара совершенно А чиновники сами разберутся со своими кошельками Без Телевидения Чего же телевидение не идет помогать-то в другие места Мало просмотров Непросматриваемое Неактуально А к чиновнику что-то придрались Мне вот плевать на них Они конкретно для каждого человека Что-то все равно ничего не сделают Спасибо да Вот дали жилье нам Когда-то Кстати Но мне очень нравилось жить там Где я жила У меня там был И огород Под носом И не один У меня там было место и для хранения И для всего А здесь в квартире Чо я Так что Так что Верить всему Нельзя Тем более Телевидению Это все деньги Все эти видео даже Это все деньги Это рейтинг Это просмотры Ну в общем Вы поняли меня Так что Я заступилась за свой город Не за чиновников А за свой город Ну кстати Эти же чиновники Для города все делают Больница Которая много лет стояла без ремонта Сейчас под капитальным ремонтом Где я вам показывала Все там рушится Все это самое Под капитальным ремонтом А то что там клопы И тараканы И все в этих коридорах Так опять же Кто в этом виноват Сами люди и виноваты Потому что Люди такие там Живут У нормальных людей Не будет ни клопов Ни тараканов Дома Правильно А у алкашей У бомжей У помоечников Всегда дома Вот такое Вот Об этом можно говорить Долго Я вам сказала Свою точку зрения Что все что там показали 99% Вранья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...